Здравствуйте, мои дорогие друзья! Это очередной ролик, посвященный Блэк Раше, потому что, ну, логично, их в неделю, как бы, выходят три штуки, вы должны были это уже всё запомнить, вы должны были уже зайти на Блэк Рашу, зарегаться и, как бы, начать свою игру, начать свой, такой, знаете, возможно, долгий, возможно, недолгий путь на этом замечательном проекте. Однако, давайте уже перейдём непосредственно к самой новости, потому что вот эта вот самая новость, которую я сегодня буду обсуждать, она из моей самой-самой любимой сферы, вот, всего вот этого, вот, я там не знаю, GTA КРМП, GTA вот этих вот всех обзоров и всего-всего прочего. Так или иначе, с этого начался мой путь во всех вот этих вот вещах и, ну, так далее, возможно, с ещё чего-то от этого прочего. Однако, ладно, давайте уже, вот, начнём, как бы, всё это обсуждать, всё это делать и так далее. Блэк Раши показали новые скины на проекте, как для людей, попавшие в тюрьму, так и для правоохранительных структур, которые будут за ними наблюдать. Видимо, это такая, знаете, отсылка к тому, что Хованского, как бы, посадили на два месяца в СИЗО, он сейчас сидит в крестах, по-моему, или вроде того, и они решили, что раз у нас Блэк Раши, раз у нас Криминальная Россия и всё вот это вот прочее, мы всё-таки сделаем всё это для Зон. И давайте начнём обсуждать все эти скины, я, возможно, некоторые обсужу больше, некоторые обсужу меньше. Слева направо пойдём, так как это обычно так и делается. Слева у нас такой, знаете, мужичок, ну, видно, Криминальный Авторитет такой, возможно, какой-то обзорщик игр с Ютуба, по типу Антона Логвинова, или там ещё какого-нибудь Антона, или ещё какого-нибудь Логвинова. То есть, я думаю, что это не особо важно, и в целом, типа, ну, мужик как мужик, чего мы до него докапываться, что ли, будем? Нет, докапываться до мужиков мы нынче не будем. Дальше у нас идёт следующая карикатура, то есть уже зэк такой уже весь в кепочке, уже весь вот в этой вот своей робе, чёрной с полосками, видимо, там в тюрьме выдают Адидас или вроде того. И его избивает, я так понимаю, надзиратель, потому что у них вот такая вот вся униформа, к сожалению, надзирателя нам с другой стороны не показывают, то есть как у него будет выглядеть лицо, как у него будет выглядеть всё прочее. Потом там, видимо, начальник вот этой вот ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, или там начальник всей этой тюрьмы, или, возможно, там полицейский, или, возможно, ещё кто-то. Потом правее от него идёт такой, знаете ли, полицейский, как лично я могу понимать. И, в общем-то, странная у него немного униформа, будем честны, такая вся какая-то синяя, ну, возможно, там, типа, ну, так принято, чтобы были какие-то, я там не знаю, знаки отличия, возможно, какие-то прочие вещи, то есть, ну, что вы до меня вообще докопались? И, типа, ну, ладно, вот, есть такая униформа, чел смотрит куда-то там вправо, хотя нет, я знаю, на кого он смотрит. Он смотрит на следующий скин Зека, то есть, Зек у нас немного измазался в каком-то клубничном варене, как лично я понимаю. Ну, блинчики, наверное, ел, немного так вот это вот обкапался, ну, бывает такое, у него ещё там нож, видимо, там, я не знаю, блины было удобнее вот так резать, типа, ну, юмор, там, прикол и всё вот это вот вы знаете, всё вот это вот вы понимаете. Он в майке, не знаю, можно ли в тюрьме ходить в майке, ну, наверное, раз уж это для тюрьмы вот эти вот все скины, то, наверное, в майке ходить можно, разрешают, особо сильно за всё это, знаете ли, не бьют. И потом рука у него вот эта вот, кстати, ну, получается, левая рука у него, если смотреть с его стороны, а если с нашей стороны, то она будет правой, типа, ну, вы сами можете понимать. Она лежит на такой, знаете, видимо, исполнительнице из группы вот этой, как она там называется, я не помню, там, бутырка, арестанты, там, как-то вот это, я хуй знаю, но вы поняли, о чём я, то есть, музыкальная такая группа тоже про тюрьмы в воровайке, по-моему, или как так вот, то есть, исполнительница, возможно, даже солистка из группы в воровайке тут у нас справа находится с фингалом под глазом, видимо, мужик бьёт, видимо, это, опять-таки, надзиратель, видимо, и то есть, очень странно, что у надзирательницы в тюрьме, или у полицейского в тюрьме, вот, типа, фингал под глазом, видимо, то ли муж бьёт, то ли, там, я не знаю, ударилась, споткнулась, ну, вообще, много всего ещё может быть, поэтому я не думаю, что, ну, как-то вообще из всего этого есть какой-то вывод, есть какое-то логическое объяснение всему этому, однако, если у вас есть какие-то вот объяснения, пояснения и всё прочее, разумеется, можете рассказать обо всём этом в комментариях, я всё это послушаю, посмотрю, почитаю, хотя, как я могу послушать комментарии, как я могу увидеть цвета, неважно, однако, ладно, я думаю, что на всём этом уже можно заканчивать, я играл на одиннадцатом серваке Индиго, вы туда также можете зайти, там есть мой никнейм Данила КПРФ, там есть мой промокод хэштег задосы, начинайте свою игру, сервак не особо такой, знаете ли, загруженный, не всегда там тысячи из тысячи есть, типа, ну, в пять часов утра там точно не тысячи из тысячи, поэтому заходите, по ссылочке в описании скачивайте лаунчер Блок Раш и всё у вас будет хорошо, замечательно и круто. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока и, разумеется, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok